Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Марина Африкантова и Андрей Чуев приехали в Дубае после острова любви. Они готовятся отметить здесь 14 февраля. Также они проводят время с дочкой Андрея Лизой. Ольга Бузова из-за напряженного рабочего графика опять чувствует себя плохо. Она опубликовала фотографию, на которой видно, что девушки ставят капельницу. Но несмотря на проблемы со здоровьем, Бузова отправилась в Петербург. Она будет выступать на Big Love Show. Вот что пишет Оля. Отсутствие сна и ночные съемки с репетициями дают о себе знать. Но в данном случае цель оправдывает средства. Валерия Фрост опубликовала в сети видео, которые ей сбросили ее знакомые. На нем Лиза Полыгалова танцует перед турками. Это фрагмент турецкого реалити-шоу. Так что у Полыгаловой большой опыт и интересное прошлое. Вика Романец принимает участие в одной из передач на НТВ. «Будем обсуждать меня до и после изменений», – пишет Вика. «Эта тема волнует многих. Я не против, а даже за. Ведь именно такие люди делают мне рейтинг». А Дарью Пынзарь пригласили принять участие в передаче «С добрым утром, малыши» на канале «Карусель». Женя Кузин после возвращения с острова любви, наконец-то после долгой разлуки, увиделся с сыном. Рита Марсо поняла, что сделала ошибку, когда отдала шестилетнего Митю в школу. Оказалось, мальчик еще не готов к такой тяжелой нагрузке. «Я уже думала на домашнее обучение перевести. Уже хотела забрать документы. Таких еще попробуй забери». Остается только одно – дождаться окончания первого класса и уже решать дальше. Бывшая участница «Дома-2» Вика Карасева после ухода с проекта пропала из вида. А сейчас она вернулась в соцсети, и первая новость от нее – они со Славой Дворецковым снова вместе. После всем известной печальной истории, когда она проглотила в ресторане кусочек раковины мидии, Карасева стала инвалидом второй группы. У нее проблемы с дыханием, с опорно-двигательным аппаратом, шрамы на теле, но она научилась с этим жить. В сети появился компромат на мужа Ксении Бородиной – Курбана Амарова. Это фотография, на которой Амаров нежно обнимает незнакомку. Правда, возможно, что это старое фото, но его активно обсуждают. Сам Курбан эту фотографию никак не комментирует. Во время записи дебютного клипа на композицию «Привыкаю» Ольга Пузова засветила очень дорогие браслеты. Эти украшения тянут на полтора миллиона рублей, как пояснил специалист. Фанаты уверены, что браслеты – подарок нового щедрого возлюбленного Ольги. Антон Гусев в недавнем интервью журналистам признался, что Женя Феофилактова бросила его из-за денег. Она хотела найти более состоятельного мужчину. «Это произошло», – сказал Антон, «когда у нас начались проблемы в бизнесе. Я долго пытался ее вернуть, неоднократно приезжал, но Женя, видимо, уже заглядывалась на кусок пожирнее. Моя бывшая супруга всегда стремилась к красивой жизни. Надеюсь, она получила то, что хотела». На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.